Ну что, вы со мной? Давай я сама буду чувствовать. В запорче и с глазом. Вы что здесь? Я рядом подниму. Давай, под выдох. Почувствуйте ступнями пол. Давление стула. Ноги и руки расслаблены. С каждым выдохом тело расслабляется. Мозг успокаивается. Отдохай даже. Расслаблен будем лучше, лучше. Где ты сейчас? В ярком белом свете. Ага. Сады, пожалуйста. Можем мы дайте ответы на вопросы? Что такое порча? Проклятие. Порча, проклятие. Это немножко разная программа. Порча. Сейчас опишу. Порча – это программа, которая однозначно создана сознанием человека. Тот, который делает, она кого делает? Сейчас я говорю о лицеделающем. То есть порча, она однозначно содержит сознание и информацию о лице, сделавшем ее. И, кстати, даже внешний вид этого человека прописывается в центре этой структуры. То есть там даже фотографию можно снимать. Потом она представляет из собой такой шар с черной начинкой. Энергетический шар. Энергия очень плотная. Внутри ядро с информацией. И эта информация содержит информацию о лице, сделавшем, и о том, что должно. Ну, то есть программа, установку. Да, да. Именно установочная программа прописана в ядре. Что к тебе там? А теперь, ого, какая интересная структура. Дальше структура выглядит так. Она выглядит как солнце, как шар. В этом шаре внутри такие, как ребра жесткости. И вокруг этих ребер жесткости навернута разноструктурная энергия. Разноструктурная. Почему? Она различается по интенсивности и по цвету. Но спектр идет достаточно частотный такой. То есть это не черный спектр, да? Не там какой-то. Он где-то в области внутренних органов должен соединяться. Там есть она зеленая, желтая, оранжевая. Вот такие. Яркие достаточно. И получается, что вот через эти ребра жесткости она должна зацепиться за какую-то из программ человека. То есть там как шлюзы такие. Она должна прищелкнуться. То есть вот если ты сделал порчу, и она за шлюз не зацепилась, она пролетит мимо человека. То куда надевается, если она не зацепилась? Вот это, например. Возвращается лицу ее создавшего. Причем четко облетает, пошла обратно. Как маги говорят, откат. Это откат, да. То есть у нее прописана вот эта траектория, и создатель в ней прописан однозначно. И можно, по сути, отследить, да? Отследить можно. Вот интересно, как зацеп. Вот она идет, проходит биополе человека, и если находятся вот эти пазлы, трубочки, она щелк, зацепилась и зависла. А за что нацепляется? А там получаются такие энергетические штуки, но это программы. То есть это система ценностей убеждений человека. Если там есть за что зацепиться, то тогда происходит зацеп. То есть не важно за что, главное за что. Да, там получается... Какие-то имеются в виду, скажем, ну вот условно, мужчина ненавидит женщин, да? И женщина шлет ему проклятие. Да что вы, ты, да? Она зацепится. Смотри, если есть за что цепляться, если есть вот эти вот энергетические всполухи в поле человека, аналогичные тем, как прописаны вот в этом... То есть если они совпадают по вибрациям? Если они совпадают по вибрациям, оно так щелк и защелкивается. То есть совпадение по вибрациям? Совпадение по вибрациям идет. И самое главное, что она цепляется... Вот ты не сможешь послать, например, порчу в почки, да? Она может зацепиться за почки, за печень, за сердце, за легкие. Но в основном вот эта вот зона. То есть чаще всего вот здесь из-за гениталии. Область пупка. Да, область пупка чаще всего по спектру найдет здесь. Но при этом она содержит вот это тяжелое ядро, то есть вот эта легкая, казалось бы, оболочка. Она такая не совсем легкая, она там разночастотная такая. И вот эта вот оболочка, и вот это ядро, и оно так... и зацепилось. Знаешь, что больше порча не цепляется? Если не торчат вот эти всполухи, то она просто пролетает. То есть работая над собой, приходила осознанность, да? Угу. Если у человека нет реакций, нету этих всполухов, то не цеплятся. Ну, то есть это что, может быть, страхи, да? То есть это вот эта нижняя линейка, да? Да, нижняя линейка. Страхи, чувство вины, чувство обиды, чувство злости. Вот эти вот все чувства нелюбви к себе. Страх, что там тебя испортят, себе там что-то сделают плохое и так далее. То есть это получается, как будто человек даже выступает сам провокатором, чтобы ему это прислали. У него эти всполухи есть, если не тот, так этот ему пошлет. То есть он все равно свое найдет. Функция этой порчи. Это все обучение? М? Функция этой порчи. Ну, для чего вы? К тому человеку, кому она прилетела? Это как неосознанная причинно-следственная связь между этими людьми. И, конечно, функция обучения, но это получается, что есть кармические связи, а это связь, которая сделана неосознанная, которая формирует карму. То есть она идет на формирование кармы в обе стороны. Как ее диагностировать? Вот как я могу ее диагностировать, например, в человеке? Ну вот, прилетела она, сейчас смотрю, прилетела, зацепилась там за поле человека. И висит. Она становится свойством поля этого человека. Но оно все равно кривое. В том-то и дело, что он попадает на его программу. Она становится на его программу, она становится родной. Ее можно диагностировать, только вызвав эту программу в раскрытии, в активизацию. То есть как она сидит там, дремлет или дремлет? Дремлет и потихоньку разрушает физическое тело. Она, понимаешь, у нас программа и пришла, и потом вот это ядро начинает давать неверные установки на работу. Там как раз содержится информация по работе, например, те же почки. Ну, типа, как они должны развалиться? Да, она сбивает ритм, настройки, как они должны развалиться. То есть плюс она дает низкочастотную энергию туда. Ведет к пробою энергетическому в них. Идет слив энергии вместо того, чтобы держаться. И получается нарушение энергообмена, нарушение функционала. И постепенно она разрушает внутренний орган. Вот так оно работает. А так получается, что... Ну, смотри, вот я сейчас задам, как работают бабушки условно, да? Они говорят, ой, Вилок, на тебе же порча. Вот мне интересно, как они видят эту порчу. Есть какая-то техника, которая, возможно, определится? Мне интересно, как я могу ее декортировать. То есть потому что я это воспринимаю как набор программ. Смотри, она видна в поле. Если человек обладает видением, в поле она видна. Видно это черное ядро. Ага, вот так. Ядро, и, соответственно, через него можно установить автора. Это видно. Это просто видно, надо, чтобы было видение у человека. Хотя, ты знаешь, вот его поле, если чисто человек издалека взял, оно не бросается в глаза. Но если ты начинаешь присматриваться к его внутренним органам, то ты на органе найдешь. Я поняла. Это фокус внимания. Это фокус внимания надо расширять. Это один момент. Второй момент – это спровоцировать человека на ту программу, за которую зацеплено. Ну, спровоцировать – это если ты уже знаешь, что ты его спровоцируешь. А если ты еще в процессе с ним придешь? В поиске тех же самых программ. Только если он сам себя обозначит. Понимаешь? А спровоцировать, вот в том-то дело, спровоцировать легко, потому что она начинает доминировать над другими программами. Она начинает доминировать, то есть она как будто вклинивается в его эмоциональную сферу жизни. То есть если зацепилась за злость, то злиться он становится намного чаще. Для него злость становится нормой бытия. Раздражаться. Раздражаться, да. То есть за те программы, за которые зацепилась, с них надо и раскручивать. То есть брать у человека доминантное проявление и через это доминантное проявление заходить и крутить. И ты выйдешь на нее, раскрутишь, потому что она все равно будет в лидерах. Она будет подавлять его сознание, как доминантная программа, и будет включать через эмоциональный фон, она будет менять его режим работы его сознания. Провоцировать его на другое поведение. Следите, его это реакция или его это? Да, его реакция или не его реакция. Эта порча ведет себя таким образом, как будто бы это его уже. Да, он это считает своим, хотя для людей иногда это может выглядеть как-то странно. Я очень много злюсь в последнее время. Или я очень много испытываю обиды и вины. И это непривычное состояние. Вот это непривычное состояние, это как момент для рассматривания. Потому что, может быть, эти программы пошли на очищение, и вот они близки к выходу. Да. Он себя так ведет и раздражается. Либо это все-таки действительно зафигачено туда. Помогли. Ну, понимаешь, если ты не видишь, если ты не чувствуешь человека, то работать с порчей бесполезно. То есть, вот все эти магические шары и все это говно не поможет. Вот однозначно. Если ты вот не видишь и не чувствуешь человека, то работать с порчей бесполезно, на мой взгляд. Это программное обеспечение. То есть, так или иначе, для того, чтобы работать с программным обеспечением, надо немножко быть программистом. Понимаешь, самое интересное, что она находится сама на полевой оболочке, а влияние идет внутрь в физический план. Поэтому всякие эти яйца и все остальное будут с ней эффективно работать. Так, они работают. Потому что вот эту вот дрянь выкатывают, и они этот шар в себя и пошло, и оно выкатывается. Единственное, что яйца, видишь, они забирают информацию об этом вот, о самой порче, да. Они, информацию вот эту деструктивную, и они забирают информацию о том лице, которое создал. И яйца, как правило, люди утилизируют там в унитаз, в землю, все такие хорошие, чтобы земля, бля, приняла. Так вот, нет. А программное обеспечение все равно в человеке, да, строить? В том-то и дело, эта кармическая завязка уже есть. И поэтому эту кармическую завязку надо возвращать тому, кто создал. Это его продукты, ему надо вхерячивать его обратно. Однозначно, никаких земли, ничего. Потому что если ты вхерячишь в землю, ты сделаешь связь, земля – это человек. Ну, кладбище ты ему, конечно, обеспечишь, но он будет отрабатывать это в следующей жизни. То есть это все равно человек отработает, да. Но лучше, чтобы ты вернул ему, чтобы он в этой жизни, да, разъединил энергию и послал туда. Энергию забирать. Однозначно. Ну, не знаю. Посмотрите, что такое проклятие. Проклятие. Давай посмотрим, как выглядит проклятие. Ну, с проклятием тут посложнее будет. Чем отличается, как отличить проклятие от порчи? Ну, ты сначала даже скажи, что такое проклятие, но их отличие, принципиальное отличие. Ну, с проклятием тут сильнее. Смотри, во-первых, если речь идет о проклятии, то сразу рисуется, у меня рисуется, как ножны перекрещенные вот такие. То есть там будет нечто, имеющее крестообразную форму. У меня это два кинжала скрещенные сейчас нарисованы. Они так, и потом вот под этими вот кинжалами, вот в этой части, закладывается информация. В информации, сейчас я зайду в ядро. Здесь ядро информации будет, оно черное ядро. То есть черное ядро лежит на двух крестах. Ну, на двух скрещенных вещах этих, на кинжалах. В ядре информации, оно имеет сложную очень структуру, блин, просто ярусовидную, потому что, бля, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ярусов содержит ядро. А что значит каждый ярус? Почему семь? И внутри вот эта шишка. Сейчас. До семи поколений, может быть. Угу. Ядро не содержит информацию о лице создавшем. Вот где-то информация. Сейчас, подожди, здесь нет информации. Здесь нет информации о лице создавшем. А здесь как-то, здесь вся информация, чтобы задеть, как шипы такие, вот, как лепестки на каждом вот этом спиралевидном заходе, чтобы отработать большое количество родственников. Тут вся информация по тому, чтобы уничтожить род. Тут очень много информации зашито по развитию дальше, но тут нет информации о лице создавшем. Так, это я смотрю внутреннюю часть, кинжалы. Дальше, чуть отдалюсь, как это внешне выглядит. Вот эта штука уже будет находиться в теле человека. Она не в полевой оболочке. Как правило, она связана с позвоночником и с головой. Но может прошивать все тело. Вот этот вот шар, как правило, лежит в области головы. А вот эти вот кинжалы, они пересекают позвоночник. Либо же может лежать с разворотом вдоль позвоночника, либо вот так. То есть там задействован позвоночник. То есть это сразу в центральную. Голова. Вот почему голова, ЦНС, вся ЦНС задействована. Вот. Там полностью ударено по ЦНС. И поэтому заболевания ЦНС будут идти именно по проклятиям. Еще скажи, пожалуйста. Подожди, сейчас я досмотрю до конца. Блядь. Тут такие... Там столько энергии. Вот грубо говоря, голова – это какой шар энергетический. Там информация, и за ней идет куча энергии и обволакивает всю полевую оболочку человека. То есть это вот в ЦНС, а все остальное полностью идет под воздействием этого влияния. Там нету зон человека чистых вообще. То есть это проще диагностировать будет, чем порчу? Наоборот. Наоборот. Это будет казаться сутью человека. Амм. И выщемить это, хрен выщемишь. Это не будет отдельной какой-то реакцией. Это будет вообще моделью поведения и жизни человека. Это захват сознания человека. Более того, захват сознания рода. Правильно Вадик говорит. На род. Там род, там ЦНС, и там захват. На ДНК что-то выскакивает. На ДНК это будет однозначно. На ДНК мы уже знаем, где выскакивает. Это опыт. Это идет... Подожди, сейчас я все это до конца досмотрю. Все, что вижу, расскажу, иначе потом видеть не буду. Это полностью завладело всем полем и всей информацией человека. Но здесь нигде нету лица проклявшего. Есть только нитка. Сейчас нет. Есть только нитка. След есть. Если развернуть человека, то сзади от головы область спины, крестца, как такая... Это не одна нитка, это как будто такая сетка-паутинка, и она уходит, и уходит куда-то. Кому-то. Кому-то. Но этот кто-то получается не в этой жизни, а он в другой матричной структуре. Поэтому она уходит в систему электропроводки. Семь этих ступеней, семь поколений туда очень может быть. Это если в этом поколении, то еще доберешься, да? А если это с седьмого колена, то вон туда. Но самое главное, что эта сетка остается, и она уходит. Слушай, если эта сетка остается, значит, можно найти информацию. Конечно. Это в регресс надо ходить всегда. Как это диагностировать? Если это действительно получается захват, если это, ну, как человек ведет себя на эту программу, программу. То есть, условно, если он весь в любви, к нему хрен это... Подожди, подожди, смотри. Интересный вопрос. Если человек такой безосознанный, а работает проклятие там с седьмого колена, на него это будет распространяться? Будет. Все равно будет распространяться. Тогда... Ему будет очень тяжело держать состояние любви. Хорошо. Так а как же человек осознанно все-таки может выйти на уровне сознания? Вот он растет, развивается, постоянно работает с собой. Или он не дойдет вообще до этого? Смотри, выщемить можно, потому что выщемить это будет прописано в ДНК. В метельных метках. Именно в перинатальном периоде. Что там что-то было, да? Что там что-то было. И когда идет захват сознания на жизнь, там идет точка захвата. Точка захвата будет проявляться через одну программу входа. Это именно вот эта вот паутинка, вот она входит, и есть одна программа входа, и потом она хобанно разбрасывается. Вот эту точку захвата... Потому что потом ты уже вот эту паутину не сможешь схватить. Это точка в перинатальный период. Она на метельной метке в ДНК. Момент закладки в ДНК. То есть получается, надо сразу туда идти и смотреть? Только через проработку генетики. Какая-то точка. Это все условно рождение целиком, как вот... Да, да. То есть это может зацепиться за плаценту, за яйцеклетку, за что угодно, да? За какую-то часть перинатальный период в развитии. Там цепляется программа, она имеет какое-то жесткое проявление. И человек начинает ее раскручивать, раскручивать, раскручивать. И здесь, понимаешь, получается, что... Такой человек, скажи. Реально, реально проклятие, оно... Вот, на мой взгляд, очень мало чем отличается от экзорцизма. Но, во всяком случае, экзорцизм – это тоже практически завладение сознанием. Здесь практически то же самое. То есть это не экзорцизм, а проклятие. Но внешне это выглядит примерно так же. Да, просто разбросано по поколениям. Такой человек вообще может выйти на уровень осознания? Ну, вообще, что происходит с ним в жизни? Или ему эта программа... Нет, его просто в определенный момент выведет на тех, кто ему это уберет. Но если он все-таки задался мыслью... Да, если он задался. Если у него где-то проблески какие-то есть, то у него... Сам не уберет. Ну, понятно. Но, по крайней мере, хотя бы... Ну, вообще, осознание, то есть, есть у него шансы. Угу. И тут получается, чтобы, когда ты вытряхиваешь это дело, и ты, по сути дела, вытряхиваешь со всего тела часть блоков, часть, вот, если поднять это и удалить из человека, да, то получается тело вообще обесточенное. Там надо просто... У человека потом будет энергопотеря длительная. Ну, как длительная? Полчаса, час. Ему там спать надо будет, его накачать надо будет любовью. Его там надо будет восстанавливать. И... Куда эта энергия потом? Если условно вот от человека очистили, куда эта энергия делается? Условно это шестое или седьмое колено работает. Ну, допустим, сняли это. Проклятье. Смотри, тут два варианта. Вот я сейчас достаю человека. Есть вариант ее просто сжечь. Сжечь. Это лучший вариант. Ты ее сжешь. Что происходит сейчас? Вот я ее сжгу. Она трансформируется в высокую частоту и собирается, как в шаровую молнию. Как солнышко, как шаровая молния. Так она собирается, 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 уходит. Вот. В моем сознании кажется, что она ушла к Богу. А она куда ушла? Как прикольно. Подожди. Недавно прошарила молнию. А она так чжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж А на седьмом поколении происходит короткое замыкание. Та же молния все равно уходит в род создателя. Все равно в род создателя. И в род создателя будет потом отхерячивать. Как-то странно. Там бомбанет. Там бомбанет просто. Ну, то есть люди таким образом обучаются через один и один и второй род. Причем, смотри, оно даже не в род создателя уходит. Это оно идет к конкретному создателю в его инкарнацию. Вот так. Куда это? К создателю. К конкретному создателю. Вне зависимости от его инкарнации. Слушай, а если он в самом деле сам себе сделал, да? Седьмой или восьмой пришел в этот же род отработать. И сам же... О, прикольная штука. Слышишь? То есть сам сделал и сам потом отрабатывает. Сам потом отрабатывает. Через седьмой это самое. Седьмой, восьмой. А потом еще и в конце пиздает. А потом еще пиздает, да. Потому что создал семь поколений назад. Угу. Вот это штука. Но не все же могут сделать такое проклятие порчу. Посмотри. Ну вот любой человек, рядовой, он может это сделать? Или это все-таки какие-то таланты и способности на вот эти штуки? Ой, ты знаешь, чтобы сделать нормальное проклятие, это надо очень много низов. Вот, например, даже если я сейчас кому-то пошлю проклятие, да, я столько низов, вот даже если я вывернусь наизнанку, не накачаю. Это надо, чтобы человек был действительно в злости и в агрессии. Причем в таком количестве ненависти. И постоянно. И постоянно. Это надо быть одаренным на эту тему. Вот реально. Просто. Вот в моем окружении даже я не могу предположить таких людей, у кого было бы столько злости и ненависти. Ну есть там человек, я злюсь, блин. Но это же совсем не та злость, чтобы накачать на целое проклятие. Так, а давай посмотрим. А вообще эта энергия, знаешь, что это энергия средних веков. Вот если брать. Обучение. Да. Это все обучение. И как проклятие, как порча, это обучение. То есть на самом деле это мощная штука. То есть вот она даже говорит, у меня чувствую очень много энергии там, реально очень много. И ты, если ты осознаешь эти штуки, то выход может быть очень, ну, высоко. Ну вот то, что Наташа говорит, вот я это чувствую. Но там действительно, ну это через низы. Это энергия животного плана. Это средних веков энергия. То есть это вообще штуки из прошлых веков. Те люди, которые сейчас ими пользуются, это просто недоразвитые люди. Ну, недоразвитые в принципе. Тем не менее, это есть. И очень часто задается вопрос, посмотри, есть там порча или проклятие. Ну, реально люди говорят об этом. Ну, это из животного мира, да. Это рептильный мозг из животного мира. Да. То есть его в основном поприводить? Нет, это программа БОД, озлобленная, которую даже замочить и на кладбище отправить вообще не жалко. Мне вообще никого не жалко, но... То есть кто это создает, конечно. Да, кто это создает, там вообще, там бесцеремонно, там кладбище и все без вариантов. Ну, скажи, что тут получает человек, когда он создает вот эти вот, ну, проклятия, вот эти посылы, энергопосылы такого плана проклятия? Это тоже разновидности обучения, когда знаешь, вот, блин, вот сейчас вспоминается видео, солдатик там разгоняется, что будет, если он головой об дерево разгоняется, благо, что он в шлеме так бум об дерево и падает, да. Ну, что ты, придурок, не знаешь, что будет, если ты головой об дерево ударишься, да? Вот это из-за этого же разряда. Вот я буду бегать и биться головой об дерево. Ну, бейся. Ну, это программа бот такая тупиковая. Не, он же что-то получает. Не, он получает, конечно, осознание, что можно пройти мимо дерева. Нет, он не это получает. Я думаю, это, опять же, про самооценку, самооценку свою какую-то. Там просто человек на себе проживает все самые низкие вот эти вот чувства. Он по чувствам идет, у него не выстроена, что такое ненависть других по отношению к себе, ненависть себя по отношению к себе, по отношению к другим и так далее. То есть он все оттенки ненависти хочет прожить. И это запрос на то, что он проживет все оттенки ненависти, например. Все оттенки злости, все оттенки насилия, агрессии, да. Проживай себе, а зачем на другого это сказать? Ну, понимаешь, если он сам не может себе организовать картинку, он находит запрос от другого, и они таким образом проживают вместе. Это тоже взаимная игра, это контракт. А он на ногу наступил, да? Да. Погнали, да? Вот одного бессознательное просится, чтобы ему сделали порчу, что он хочет прожить такой опыт. А этот говорит, да-да-да, я тебе помогу, я тебе сделаю. Мы будем херячиться вместе, рот на рот. Ну, все это обучение. Не совсем я все-таки догоняю по диагностике. По диагностике здесь только ДНК, по-другому я не вижу других вариантов. Приворот, заворот, вот это что? Приворот. Приворот. Сейчас, приворот, я тебе пишу, что такое приворот. Приворот, заворот, ну так, главное, уже отверните его там той, да, или еще что-то. Либо приворожите его на камне. Приворот, заворот, знаешь, как рисуется вообще, это херня такая. Это вот такая вот система крючков, там не один крючок, а их несколько, такой, вылетает и так раз, и человека как сетку на него набрасывает и крючками держит. Но это когда, то есть безвольный человек получается? И привязывает кому-то, да? Это получается система контрактов по определенным личностным характеристикам человека. Они должны, крючки тоже по энергии цепляются ровно за то, где болит, то и отваливается. Да? Вот они ровно за это же и цепляются. И если человек безвольный, там его за безволие зацепится. Если человек слабый, за слабость зацепится. Если человек злой, за злость, там вина, значит, за вину. То есть вот за это. Если человек сильный, да, и в гармонии целостный, ответственный, ну то есть если он целостный, то эти крючки пролетают мимо. Такого человека ты не зацепишь. И что с этой энергией, с этим посылом, который происходит, который там пытается переворачиваться? А там очень интересно. Вот эти крючки цепляются за биополе человека. А если не цепляются? И потом, если не цепляются, то они получаются, возвращаются. К тому же. В каком ключе? Ну, кто пытался это сделать? Кто пытался это сделать. В каком ключе? Что он тут получил? Он получает эти крючки все в свое поле. То есть как... Причем как будто... Как боль. Вот знаешь, как будто тебе этих вот кнопок накидали на все тело. И он потом живет с этими кнопками. Ну тоже через осознание. Тоже через осознание пойдет. А если зацепилось, то получается там, где информация о лице создавшем, она на конце. Сам тот, кто создавал, привораживал, он все время пытается передать бразды правления заказчику. Но очень интересно. Хвост вот такой двойной. А-а-а. Когда получается, кто делал? Оба получают. И кто делал, и кто заказывал. Оба получают. Сюда за 4 минуты. Угу. А ну интересно, там хвост такой, тишь, и разделился. Ага. Интересно. Да, и получалось. Угу. Это же они по-разному. Три, по-разному. И оно будет ощущаться, как зуд, как на коже вот эти вот... Это если отворот этот... Да, это отвороты, привороты, любые зацепы. Угу. Поэтому говорят, зацепы, зацепилась, не зацепилась. Угу. И приворот, который вот, ой, я сделала, все, зацеп бросила, и меня там типа не видно. Видно. Не сбежишь. И будешь ходить, зудеть и чесаться. Угу. Все равно в жизни проявится. Угу. Ну да, остается вопрос для меня, открытый диагностика вот этих вот. Ну, через программное бесконечное, насколько я понимаю... Ну, это все... Видишь, это энергия, в любом случае там содержится энергия с информацией. И информация – это программа. Да. То есть я могу... Вот мой мозг выдает такие картины, их можно облечь в другие картины, там, пику нарисовать, с кинжалой, там, прошить, еще что-то. То есть в зависимости от полноты фантазии в мозге у человека, да, можно нарисовать любую картину. Но это будет энергия с информацией. Это программное обеспечение. Это программное обеспечение содержит в себе информацию о создателе, информацию о заказчике и информацию о лице, за которое должно зацепиться. И дальше. Совпали частоты, зацепилось. Не совпали, не зацепилось. Все. Не зацепилось, вернулось обратно. Создатель думает, как ее утилизировать. И заказчик. В ходе вот этих вот нынешних расследований, скажи, пожалуйста, как ты говорила? Муж Тани. Муж Тани. Ты можешь посмотреть, Андрей? Есть там что-то подобное? А какой Тани? А моей сестры. Сестры. Помнишь, он странный такой? Не рассматриваешь. Есть там что-то подобное? Что-то изделает? У него сра немного в поле, но это не из этой оперы. Его вообще, если Таня знает техники, она уже знает техники, пускай она его почистит. Вот реально, просто пусть почистит. Она у него мусора очень много уберет из поля. Там просто, знаешь, вот как человек ходил, да, грубо говоря, картошку сажал, навоз носил, ногами месил, и вот у него такое биополе. Иди, помойся. Наташа, вопрос защиты все-таки. Вот бабушка дает внучку, вот тебе крестик, оберег тебе, вообще как засни, что-то тебе не прицепится, не прилетит, не зацепится. Это, вера включается, да, по сути? Это включается вера, а когда включается вера, она часть вот этих всполыхов, запросов на ту или иную, на тот или иной опыт, да. То есть у человека, например, не хватает силового какого-то драйвера, у него висит всполых запрос, меня надо научить. А бабушка вот этим раз, и этот всполых погасила. То есть, и все. И как это действует, подожди, как тогда действуют те программы на обучение через вот такие штуки порчи. А они нарисуют просто другой вариант в жизни, другой сценарий. То есть это будет не через порчу, а через что-то другое. Просто придет кто-то на улице, даст по башке, и ты вынужден будешь защищаться и проявлять свою силу. То есть все равно сценарий нарисуется, но он нарисуется по-другому. И с глаз посмотри еще. С глаз. Ой, ты того глаз плохой посмотрел, там, или она крочит. Очень часто такое тоже слышно. А с глаз это вообще так, штука такая рисуется, как луч так из глаза, да? Это энергия. Энергия, которая раз пролетела на низкой частоте. Как правило, на зависти идет, или на чем-то таком, на низкочастотное. И если она не зацепилась за человека, то она пролетела мимо. А если у человека есть страх, либо есть вот этот всполых на эту тему, то она зацепилась и человек получил. Да, за программу цепляется. Тоже на зацеп идет. Назад не возвращается. И куда эта энергия взявляется? Утилизируется сразу в пространстве. Это просто... Она не настолько сильна? Она не сильна, она неосознаваема. И там получается, это как будто внутренний запрос. Ну что, сыграем в эту игру или не сыграем? У кого-то, говорит, да, сыграем. И вот мы играем с глаз. А у других, говорит, да, иди ты нафиг со своей игрой. И оно все разлетелось. И все. И утилизировалось. Наталья, еще посмотри, пожалуйста, что же такое сущность и все. Сущность – это набор программ, на самом деле. Вопрос лишь их формы и внешнего вида. Мы их облекаем. То есть это программы, соответственно, программы для того, чтобы они переносились, информация о них, они облечены в некую энергетическую оболочку. Как правило, это бесформенная оболочка, просто небольшое количество энергии, окружающая программа, объединенная по какому-то принципу. Вот это сущность. Но так как у людей очень богатая фантазия, они начинают их облекать в какие-то еще формы. Ну а так как они создают миры, то, соответственно, они начинают приобретать. Да, соответственно, когда им нарисовали эту форму, они начали приобретать в нашем сознании эту форму. Ну, соответственно, мы на форму начинаем реагировать страхом, и пошла игра в сущности. Вот так. На самом деле, для того, чтобы утилизировать сущность, надо вернуть ее к первоначальному виду, набору программ с энергией, и удалить их просто нахрен. Ну, вы говорите, что получаются эти сущности? Они живут сами по себе? Сущность живет сама по себе, когда мы ее материализовали. Если мы материализовали, то мы наделили через свое внимание, наделили ее сознанием. И когда она наделена сознанием, тогда она живет сама по себе. Пока она не наделена сознанием, пока она просто программа с энергией, она не живет сама по себе. Она только программа древней. Хорошо, очень много людей, которые верят в это, то есть, соответственно, на вас сейчас... У них, соответственно, есть. Они материализуют это все сами. Они сами создают этих сущностей. Они живут свободно в пространстве или прикреплены? Нет никакого пространства, где они могут жить. Они живут в пространстве того человека, который их создал. То есть, сколько создали, столько получили. Сущности как таковые. В основном это на страхах все. Прорабатываешь страх. То есть, в момент, когда рождается в нас какой-то страх, мы порождаем вот эту энергию с информацией. За что-то же цепляется этот страх, за программу. Мы выделяем, получается, из списка эти программы, очерчиваем, соответственно, деляем их энергией. Потом дальше мы их материализуем в сущности или нет. Мы их создаем сами. Это вытесненная энергия из себя. Вытесненная из себя энергия с программой. И ты призналась в себе, что такое то, что... Да, то, что мы в себе не признаем. Абсолютно верно. Это отделение кусочка целостности из себя и вынос. Точно так же, как мы Бога выносим по-крупному из себя, да? А здесь то же самое, мы сущность из себя выделяем и говорим. Это сущность, я ее боюсь. Бля, я буду играть в эту игру. Мне так страшно. Испуг – это когда срезонировала программа на страх. Вот испуг прилетает, да, человек... И у него какая-то программа активизировалась. Там энергия создалась. Эта энергия уплотнилась. Если ты испуг сразу, там, ну, плюнь три раза, не моя зараза, выкатал, да, она такая, что энергия рассосалась, да, и программа успокоилась. Ты ее не снес, но она успокоилась. А вот. А если она вот осталась таким ежиком, она же начала что-то перекрывать. Эта энергия скопленная начинает привлекать куда энергия, туда и кровь, да. И, соответственно, там уже начинаются какие-то процессы. И пошло, 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 потом... Ну, да, и вот это почему-то, если вы играете, если вы играете, то поставят, то поставят убилайку, да, поэтому... Да, поэтому дети, когда пугаются, их надо быстренько... Ну, плюнь три раза, не моя зараза. Посмеялся, в принципе, посмеяться, так ты играешь. Посмеяться, убрать надо вот эту энергию, которая раз, и замкнулась на программе. Ее надо утилизировать, рассосать. И все, и дальше испуга нет. Испуг никому не возвращается вообще. Это чисто реакция человека. Слушай, мне так комфортно здесь. Триндец, свет, энергии куча вообще просто. Давай, выходи. Ой, блин. Здесь тоже свет, здесь тоже свет. Не на любви. Не хочется вообще. Вообще вообще не хочется. Хочется, хочется. О, всех чертей разложили. Почти. Ну, если надо, еще каких-то расклад. Есть вопрос.